Привет! Сегодня я покажу вам, как открывать кокосы. У нас их два. Белый и коричневый. Мы начнем с более популярного коричневого кокоса. Убедившись, что на нашем кокосе нет повреждений и плесени, мы приступаем к следующему шагу. Для этого нам нужно будет извлечь вкуснейшую кокосовую воду. Я воспользуюсь для этого подходящим инструментом. Например, у меня есть дрель с победитовым сверлом. Грубовато. Не мое. Неизвестный предмет. Молоток. Она понадобится позже. Отвертка. Вариант. Но я не хочу. Для любителей шашлычков. Гвоздь. Верно, надежно, быстро. Но я воспользуюсь деревянной шпачкой. Цель безопасности. Мы прокалываем один из трех глазков, который подается лучше всего. И сливаем воду в кружку. Дождавшись последней капли, приступаем к вскрытию кокоса. Пьем молоток и обстукиваем его со всех сторон. Только аккуратно. Не бейте по пальцам. Чувствую себя как хирург. При трепанации черепа. Ну вот, у нас уже пошли первые трещины. Это значит, что мы его раскололи. Вуаля! Для извлечения мякоти берем нож с широким лезвием и нежно вставляем его ровно между мякоти и коркой. Аккуратно. Мы не хотим бараницу. Передите пальцы с молом. Старайтесь точно заходить в это расстояние. Каждый раз приподнимайте мякоть. Вкуснейшая мякоть готова. Сейчас мы будем открывать молодой кокос. Здесь все проще и быстрее. Берем большой широкий нож и начинаем срезать лишнюю кожуру до розовой корки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этого достаточно. Теперь мы начинаем вскрывать кокос, ударяя по нему ножом под углом. Поворачивая его по носи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И наконец мы вытаскиваем мякоть из кокоса, обычной столовой ложкой. Объявляем операцию кокос-завершенной. И приступаем к дегустации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...